Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Я приглашаю всех провести этот действительно добрый вечер на телеканале «Беларусь-4». Как обычно по вторникам, дорогие друзья, вас ждут полезные советы. Завтра отмечается Международный день семьи, и сегодня мы поговорим о семейных ценностях, о семейных традициях. Вот какие они в современных семьях. Каждый из вас, дорогие друзья, может позвонить на прямой эфир и стать участником нашей программы. Телефон в студии 34-22-43. Нам очень интересно, какие интересные традиции есть в вашей семье. Поэтому ждем ваших сообщений в Вайбере и телефонных звонков. Ну, а я представлю гостей сегодняшнего доброго вечера. Сегодня у нас в гостях юрист, председатель Гомельской областной нотариальной палаты, преподаватель курса «Семейное право» Маргарита Жорова. Добрый вечер, Маргарита Анатольевна. Рада видеть вас в нашей студии. Сегодня у нас в гостях психолог Людмила Тутынина. Добрый вечер. Спасибо, что ее нашла. Я знаю, что очень занята. Спасибо, что нашла время сегодня для наших зрителей. И сегодня у нас в гостях керамист Яна Коновалова. Яна поделится своими семейными традициями и не только. Очень на это рассчитываю. Добрый вечер, Яна. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Начнем. Мы уже начали до эфира, у нас даже споры некоторые тут уже появились. Надеюсь, все это сейчас услышат наши зрители. Начнем с самого важного. Это когда люди собираются создать семью. Вот согласитесь, сегодня у нас все по плану. То есть мы планируем, когда мы должны сделать карьеру, когда мы должны рожать детей, когда мы должны идти в ЗАГС. Вот как вы считаете, вопрос такой, может быть, слишком общий, способствует ли это семейному счастью? Хочу, чтобы Маргарита Анатольевна начала, потому что все-таки человек мудренный опыт. Ну здесь я скажу совершенно не как юрист, а просто хочу сказать, что в природе все закономерно и расправлено так, как надо делать. Клубника созревает в июне, шиповник цветет в мае, и все делается по времени, так и здесь. Когда пришло время, тогда и надо идти замуж или жениться. То есть все это делается по велению души, сердца и всего остального. Планирование это хорошо, но планирование хорошо в чем? Как потратить деньги на семью, как построить дом, где взять какие-то средства. Да, даже, может быть, надо планировать и рождение детей, потому что... Ну, кстати, вот Северная организация здравоохранения считает, что планирование детей избегает сиротства. Ну, опять-таки, все это приводит к тому, что иногда сильно много запланировано, мы планы не выполняем. И, к большому сожалению, это влияет не только на саму семью, но это и влияет на все наше общество. Потому что если у нас принята национальная программа демографической безопасности, значит, у нас не все в порядке. Надо не планировать, а надо любить. А какова статистика? Какова статистика? Вот позже, я знаю, что... Ну, вообще, вот если по времени, я когда-то, ну, всего лишь 10 лет тому назад, еще, да, проводила анкету со студентами от 17 и до 27 лет, да. И спрашивала все-таки, в каком возрасте лучше замуж? Те, кто был уже женат или замуж был. Все говорили, надо идти в 30 лет. Тот, кто ни разу не женился, все говорили, это надо сразу в 19-20 лет, то есть молодой брак. Так, сейчас, вот, методом опроса работников ЗАГСов, я вывела, что цифра это 30 лет сейчас. Мужчины? То есть, вообще, да, браки повзрослели. То есть, предпочитают где-то в 30 лет нашим молодежь, да, 30 лет это еще молодежь сегодня, да. А информированность, кстати говоря, это является именно препятствием для заключения брака. Что вы имеете в виду? Вот когда человек очень много знает, и он вот планирует, и вот строит тебе это, это, это еще, и это я должен сделать, и это я должен сделать. Ну, знаете, жизнь, она вот была вчера 1 января, а сегодня уже 1 июня на носу. И если рисовать прямую и делать заметочки на ней, что еще сделать, то до последней точки можно не успеть добежать. До ЗАГСа можно не дойти, вы считаете, да? С психологической точки зрения, Людмила, вот как ты считаешь, есть ли какой-то, действительно, показатель, цензор, когда человек должен планировать, и должен планировать создавать семью? Ну, Наталья, хочу вот тоже свои такие маленькие исследования, да, вот озвучить. Результат многолетнего исследования сейчас в брачный возраст вступают люди, которые выросли в сытости, да, в мирное время, и они, по большей части, очень инфантильные. Родители сделали все для того, чтобы бежали впереди них соломку, разбрасли, чтобы детям жилось хорошо. И в результате мы имеем вот такие вот интересные результаты. Например, молодой девчине 18 лет, кажется, вот уже вступает в брак, да, а когда начинаешь с ней беседовать, психологический возраст у нее не больше 14 лет. То есть можно смело минусовать 4 года, а у некоторых даже минус 6 лет. То есть по виду вроде взрослый человек, поэтому... Может быть, отсюда и статистика такая? Вот это вот, да, тенденция, тенденция к тому, чтобы планировать, да, оттягивать вот этот вот возрастной момент, оторваться от мамы, это очень даже хорошая тенденция. Яна, вот интересно так ваше мнение, вы так загадочно наблюдаете за этой дискуссией и молчите, вот как считаете, в каком возрасте, ну она уже замужем, да, вот интересно, в каком возрасте, вот на ваш взгляд, все-таки стоит идти в ЗАГС? Я считаю, что это индивидуально. Не то, что индивидуально, это стечение многих факторов. Так, каких? Это, во-первых, традиции той семьи, из которых выходят эти люди. Какие цели, задачи внушают родители детям, то есть можно уже говорить ребенку, вот иди, зарабатывай, стань богатым, успешным. Вот, можно же другую ценность преподносить, что семья – это сила, семья – это прекрасно, дети – это самое ценное вообще, что может быть на свете, и любование ими – это и есть высшее там наслаждение. Второй еще немаловажный момент – это насколько сам созрел человек к совместному проживанию, потому что можно же замки розовые строить, вот, а можно столкнуться с жизнью и поссориться там из-за непомытой посуды. То есть, и третий немаловажный фактор – чтобы человек соединял жизнь с другим человеком, он должен быть самодостаточным, зрелым и независимым от того человека, с которым он собирается вступить в брак. Отсюда я могу предположить, что возраст 30 лет вступления в брак, в принципе, вот приблизительно то, о чем вы сейчас и сказали. То есть это нормальный возраст, но это настолько индивидуально. Тут уже говорили о том, что человек в 16 лет, на самом деле, такой какой-то опыт прошел жизненный, и семьи свои собственные, и окружение, он может быть намного-много старше. Знаете, мне, я вам понравилось одно ваше замечание, вы сказали, здесь еще важно, какие в семье традиции, да, и что преподносят детям родители. Безусловно. Я знаю, у вас сын. Да. Сколько ему лет сейчас? Скоро семь будет. Семь. Вот очень интересный возраст. А вы, какие ему ценности преподносите? Вы говорите, что он должен закончить школу, поступить в институт, найти работу, и только потом жениться, или вы эти темы еще не обсуждали? Вот самое интересное, что я закладываю, мне так кажется, что я закладываю такую матрицу, что семья — это ценность, что вот ты вырастешь, встретишь своего человека, вам будет вместе так хорошо и уютно, что вы захотите, чтобы у вас родились детки. И мне до сих пор, я уверена в этом, вот, ну, это мой взгляд, что семья — это ценность великая, это крепость, это защита, ну, это то, с кем можно разделить, горе, ладно, со всеми можно разделить, а вот радость разделить, попробуй-ка ты с соседом разделить, не получится. Хорошо сказала. Только с семьей. Я, ну расскажите, если серьезно, вот, как вы любите, вот, как ваша семья, как вы лично любите проводить вот время с семьей? Еще там, четвертый тогда пункт, еще очень важно встретить своего человека, можно же встретить его в 16 лет, и это великое счастье на самом деле, когда люди встречаются, у них первая любовь, первая дружба, это какие-то серьезные боли, отношения, и люди за ручки взявшись проходят всю жизнь, это класс, это супер. Тут Маргарита Анатольевна приблизит, наверное, такая история. Да, я 42 года в браке, это мой школьный товарищ. А когда человек и знает, он чего хочет, но именно вот этот человек где-то там далеко тоже ищет его, и, к сожалению, по запланированному сценарию, там, иногда не получается, в 25 лет выйти там замуж, жениться, потому что надо. Все-таки люди женятся, когда встречают друг друга, нужных друг другу. Главное здесь, да, не ошибиться, согласна. Итак, традиции. Расскажите, какие традиции есть в вашей семье, как вы любите, да, вот, поделитесь чем-то интересным, как вы любите вот со своей семьей проводить вот это свободное время? Ну, на самом деле, может, это банально, но все традиционные такие основные, главные праздники мы любим отмечать дома. За исключением Рождество и Пасху у нас традиция, я считаю, что она замечательная традиция. У нас, к сожалению, у мужа и у меня остался вот мужа папа. Вот, и мы в эти праздники ходим к нему домой в гости, куда приходит сестра моего мужа со своей семьей. И вот это воссоединение двух семей во главе сидит отец семейства, то есть дедушка наших детей. И вот этот день, он доставляет мне колоссальное удовольствие, потому что изначально в детстве я мечтала всегда иметь огромную, большую семью. Но, к сожалению, в течение обстоятельств жизни не так случилось. Подождите, подождите, скоро все, скоро все случится. Я говорю о наличии, вот, ну, допустим, в моем возрасте наличие там мамы, папы, там бабушек. А, понятно, да, да. Вот, к сожалению, иногда вот, ну, у жизни другие сценарии, и ты иногда стоишься один. Вот объединение, да, вот о чем говорит Яна сейчас, объединение, когда семья объединяется, наверное, действительно одна из самых лучших традиций. Людмила, а какая традиция вот есть в твоей семье? Ой, да очень много традиций. Например, в моей семье принято очень рано работать. В моей семье... То есть начинать... Да, начинать работу как можно раньше. Например, мои дети очень рано... Я пошла очень рано работать, и нисколько не жалею. То есть очень рано нужно становиться самостоятельным. В каком это возрасте, ты говоришь, рано? Я пошла работать, мне было 14,5-15 лет. Да, я... А ты помнишь, что это была за работа? Конечно, помню. И что это рассказываешь? Ой, я всегда говорю, я самый почетный, так сказать, уборщик. Я мыла полы в доме учителя и одновременно училась в педучилище. Но деткам своим и, в принципе, сейчас своим внукам я говорю, что дети, учиться нужно всю жизнь, а работать как можно раньше. И это уже на уровне традиций. Дети всегда поддерживали эту тенденцию. Но это одна из таких традиций. Другая традиция, у нас бабушка живет в Крыму, да, и что обязательно с бабушкой нужно созваниваться по воскресеньям. Вот это тоже такая вот традиция. Если даже ты позвонил в субботу, бабушка тебе позвонит в понедельник и скажет, что случилось, ты не позвонила в воскресенье. Никто не отозвался в воскресенье. Позвоните родителям, да. И вот таких вот мелких как бы диз, которые повторяются, их достаточно много. Вот мне интересно, Яна, как насчет традиций в вашей семье, которые передаются вот из поколения в поколение? Я знаю, у вас очень трепетное отношение к бабушке. Вы очень часто в нашей передаче, да, вот показывали скатерти какие-то интересные, что у вас были какие-то проекты интересные. Удалось что-то вот осуществить? Ну, про традиции или про наследие бабушки? Да, вот просто вот, посмотрите, это, по-моему, как раз-таки то, о чем я сейчас пыталась сказать. Вот расскажите, что это такое? Это скатерть бабушки, из которой вы сделали... Кафельную плитку. Кафельную плитку. Кафельную плитку. Кафельную плитку, да, керамика. И от качества вязания моих бабушек и прабабушки, вот они так воссоединились вот в одном проекте. И опять-таки, это вот отсыл назад, это желание. Я вот шла на передачу и думала, почему, почему рушники, почему меня так эта тема очень трогает. Потому что вот оборачиваясь назад, я все-таки как-то силу хочу вот эту притянуть, вот чтобы бабушка меня снова обняла там, чтобы назвала внученькой. И где-то я осознаю, что она так и есть на самом деле. Когда соприкасаешься к каким-то вещам прошлого, тех людей, которые тебя искренне любили, ну, это вытекает интересный там проект. Удивительная, мне кажется, традиция семейная. Можно взять на вооружение, да, когда действительно вот что-то из прошлого семьи реанимировать, как-то преобразить, да, и оставить. А у нас, Наташа, вот могу рассказать еще об одной традиции. У нас женщины нашего рода, да, вот традиционно все очень вкусно готовят. У меня бабушка, ну, конечно же, ее нету в живых, да, была такая искусница, что вся деревня у нее заказывала пироги, например, там, на какие-то значимые события, на свадьбы или на похороны, да. Моя мама сейчас, ей этим летом будет 79 лет. И она тоже большая искусница, и к ней приходят ее подружки, она, к сожалению, уже одинока, но она настолько вкусно готовит. Дальше я очень люблю готовить. И дочь моя просто, ну, выготавливая так, это тоже семейная традиция. Вкусно готовить. Которая причем передается? Она передается. С поколения в поколение. С поколения в поколение. Друзья, вот очень интересно, какие интересные традиции есть в вашей семье. Вот каждый из вас в течение ближайшего часа может позвонить на прямой эфир, присоединиться вот к нашему разговору, стать участником нашей программы, а также принять участие, дорогие друзья, в нашем конкурсе. Одна из неплохих, мне кажется, семейных традиций – ходить с семьей на выставки. И вот сегодня мы разыграем два пригласительных билета в картинную галерею Гавриила Ващенко. Вопрос очень простой. По телефону 34-22-43 звоните в студию, попробуйте поучаствовать в конкурсе. Итак, внимание, вопрос, сколько детей должно быть в семье, чтобы она считалась многодетной? Да, да, ну вот Маргарита Анатольевна вообще улыбнулась от простоты вопроса. Я просто хочу, чтобы, да, вот у наших зрителей была возможность действительно вот так собраться в семье и сходить в картинную галерею Гавриила Ващенко. Итак, напоминаю вопрос, сколько детей должно быть в семье, чтобы она считалась многодетной? 34-22-43, телефон прямого эфира. Ну а сейчас такой немножко теории. Людмила, вот начнем, наверное, с психологии. Что ж такое вообще семейная традиция? Какова их роль вообще в построении семейных отношений? Семейная традиция – это, скажем так, некое событие, повторяющееся из года в год, да, и событие, которое принимается всеми членами семьи. Беспрекословно, что ли? Ну, можно сказать, что беспрекословно. Беспрекословно приведу пример. Бабушка живет в деревне, да, у нее, например, три дочери, да, у которых тоже там свои семейства. Вот они по весне, все дети собираются, да, там внуки, едут к бабушке, как вы думаете, что делать? Садить картошку. Да, но летом они все возвращаются, чтобы картошку прополоть, убрать колорадов, окучить картошку, и по осени они эту картошку выкапывают. Это семейная традиция в очень многих семьях. Они не, ну, как бы не говорят, что это наша традиция. Она, мне кажется, не просто так появилась, она обусловлена еще определенным трудом, определенным бытом, да, который вот в наших вот славянских, в принципе, семьях. Неплохая традиция. Или, например, на Пасху все идем к бабушке праздновать праздник, да, или на 9 мая мы все вместе идем, вот буквально вот на днях праздновали этот праздник, да, я видела семьи, прямо целые поколения, которые пришли на парад. Это тоже традиция? Ну, по-моему, это даже не семейная традиция, это всенародная традиция. Всенародная уже такая традиция. Да, 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 я хочу сказать, что вот не зря, ведь традиционно семейное, да, вот мероприятие, традиционно семейное мероприятие, но я вот думаю, какие, вот у меня есть, например, очень много семей, которые на глазах вот выросли, то есть начинали работать у меня совершенно, маленькие пришли 21 год, поженились, детей займели, и сейчас уже хорошие, солидные работники. И знаете, вот традиционно смотрю в семьях, сейчас очень много спортивного в семье, традиция спортивная. Велосипеды, да, обязательно зарядки. Велосипеды, да, объединяет вот это. Здоровый образ жизни. Это очень хорошо. Потом вот есть воскресные прогулки по нашему парку или прогулки еще куда-нибудь. И вы знаете, это почти в каждой семье. Мне кажется, что гомельчане любят город свой, и вот традиционно свои любимые мероприятия выносят на улице, поэтому... Валерия Анатольевна, я вас дополню, точнее не я, а наши зрители. Вот есть уже сообщение первое в Вайбере, традиции, которые есть у наших гомельчан, у наших телезрителей. Антон сообщает, что это совместная рыбалка до утра. Вот. Все семьи, это очень интересно. Марина, семейное приготовление пельменей и драников. Тоже хорошо. Да, аж драников захотелось, пельмени тоже, кстати, да. Очень интересная, мне кажется, совершенно современная традиция. Артем сообщает квесты по случаю дня рождения. То есть вот принято в семье. Розы киши такие. Подарки разыскивают, я так понимаю, да. Геннадий, поездки к морю зимой такая традиция. У Натальи в семье дети рисуют друг другу открытки, а у Ирины принято читать сказки детям на ночь по очереди. Ну, папа. Родители, наверное, да. Папа, мама, наверное, читает сказки. Ну, вот что вас вообще из этого списка больше всего впечатлило? Ну, в общем-то, все хорошо. Все хорошо. Совместная рыбалка, да, вот сказки на ночь тоже очень интересные. Ну, и пельмени по случаю дня рождения. А еще, что касается семейных традиций, у нас по традиции все врачи. Или у нас по традиции все учителя. Это было раньше. Сейчас, согласись, очень редко дети продолжают пройти с родителями. Наташа, расскажу историю из моей жизни. Я думаю, что это скоро уже станет традицией. Я психолог, у меня дочь психолог. Внук писал сочинения на днях. Кем я хочу быть? Мелким бисерным почерком на двух страницах. То хотел быть пожарником. Закончилось с тем, что я хочу быть психологом и помогать людям. Я думаю... Вопрос. Что влияет? Что влияет на появление определенных традиций в семье, на сохранение их? Это только ли пример родительской семьи? Нет, это даже можно внедрить. Знаете, вот современная, я считаю, очень даже неплохой традицией. Ну, так, вы знаете, я же так, в общем-то, не всегда серьезно бываю. Ленивая суббота, например. Так. Но обычно ленивое воскресенье. Нет, вот как раз ленивая суббота. Почему? Потому что еще день есть, когда можно что-то сделать, и вот народ расслабляется. Он по-разному расслабляется. Ленивые, это же не значит, что только ничего не делают. А каждый занимается своим любимым делом, а потом рассказывает. Ну, совместное чай пить обязательно, да? Записывайте, дорогие друзья. Мы сейчас, да, вот рекомендуем вам интересные семейные традиции. А потом традицию можно развить. Вот не было никаких традиций, но можно ее как бы вот завести на сегодняшний день. Вот традиционно, например, мама на кухне, значит, все сидят и строгают ей там все, что нужно, готовят материал для того, чтобы дальше готовить. Вот, например, у меня муж, так, если какой-то праздник, да, никто лучше его не порежет в салат. Там же кубик в кубик. Он, правда, очень медленно. Ты же хочешь, не хочешь. Медленно, но вененно, потому что у меня даже спрашивают у гостя в другой раз, а что, под линейку что режете? Нет. То есть я занимаюсь своей работой, а они там все сидят, чикают. У меня сыновья, но, в принципе, они от кухни не шарахаются. В общем-то, им нравится помогать своим женам и делать что-то. Но это вы этому научили? Откуда это? Это пошло, вот как раз это традиционно, вот я, урожденная Воробьева, в семье Воробьевых все мужчины хорошо готовили, кстати говоря. И качественно... То есть это идет оттуда, да? Оттуда, да. Потому что мы все вместе собирали и поедали то, что там приготовили. Ну, вообще, как бы... И вот здесь, вы знаете, мне кажется, возникает другой вопрос. Это вопрос не, как сказать, разногласий, когда вот соединяются люди из разных семей, совершенно разных, противоположных. Вот как, Людмила, вот как создать семейные традиции, вот в случаях, когда понятия у супругов совершенно разные даже о том, как правильно праздник. В одной семье вся семья собирается, а в другой даже и с днем рождения не поздравляли. И вдруг люди объединились. Они не понимают друг друга. Вот что посоветуешь такой ситуации? Наташ, ну, вот что нужно сделать, да? Ну, как минимум, придумать какой-то очень привлекательный сценарий, где бы удовлетворены были потребности всех, да? И старшего поколения, и младшего поколения. Ну, например, 9 мая, да? Вот как создать традицию, чтобы все вместе приходили и праздновали этот праздник, например? Что любят старшие поколения, да? Ну, наверняка, это какие-то байки, какие-то истории, да? Которые передавались, например, от старшего поколения. Это поедание, например, там, той же самой гречневой каши с чем? Солдатской кашей, да? Солдатской кашей, да? 4 года подряд ходим есть кашу. 4 года подряд ребенок ходит есть кашу. Традиция. А для детей что мы можем придумать, да? Поход вместе на парад, например, там, или в музей, ну, что-то такое. Вот, и из года в год, если мы будем делать, ну, наполнять эту традицию, что... Ну, дети очень быстро к этому привыкают. Я так понимаю, что дети – это то, что, в принципе, объединяет несогласованных родителей, да? Если мы хотим внести какое-то правило интересное в семью. Совместное действие какое-то. То есть, обязательно совместное действие. Это же самое примитивное. Например, все вместе готовим уху, все вместе готовим... Ну, хорошо. Каждый приносит свое. Каждый приносит что-то свое. Известный фольклорист Иван Круг, да? Он вот много изучал. Это вот как раз, когда брачные обряды и все. И он говорил, вот как это так? Жених один, а эта улица одна соединилась с другой улицей. И это разные совершенно улицы. Вот как сделать так, чтобы принять все это, да? Ну, вот тут уже идут традиционные семейные ценности, которые вообще в славянских семьях. Это, конечно же, принадлежность к одному роду. Вот тут уже появляется, то есть, как бы есть. Потом идет, соответственно, уважение к этому роду. Потом идет терпение к этому роду. Потом идет уже совместная работа. То есть, просто так человек пришел с улицы и стал родным и близким не бывает. Должно быть что-то такое, но начинается с уважения. Еще смотрите, что вот когда собираются и взрослые, и дети, да? Дети впитывают вот это действие на каком-то, знаете, таком бессознательном уровне. То есть, они видят, взрослые собираются вместе, и это хорошо. Они вместе поют, они вместе что-то делают. Они вместе там капусту квасят, там огурцы, помидоры там закатывают вместе. То есть, и это интересно, и это полезно, и это нас ближает. Вот как-то так. Ну, мне придется вас немножко остановить. У нас есть телефонный звонок. Хочу напомнить нашим зрителям, дорогие друзья, конкурс, да. Вопрос конкурса звучит так. Сколько детей должно быть в семье, чтобы она считалась многодетной? Вопрос очень простой, на самом деле. Мы разыгрываем билеты в картинную галерею Гавриила Ващенко. У нас, по-моему, есть один вариант. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, в вашей семье есть какие-то интересные традиции, которые вы можете поделиться с нашими зрителями? Ну, у нас традиция, в принципе, собираться на Новый год всей семьей, вот, купалье мы любим. Но так, в принципе, у нас как-то, может быть, и не повелось. Не повелось. Ну что ж, вы смотрите до конца нашу программу. Я думаю, почерпнет для себя интересные идеи, семейных традиций. Ну, поучаствуйте хотя бы в нашем конкурсе. Сколько детей должно быть в семье, чтобы она считалась многодетной? Вот ваши варианты. Три и более. Три и более. Ну, конечно же. Вопрос простой, Игорь. Надеюсь, вот эти билеты пригласительные, которые вы только что выиграли, в картинную галерею Гавриила Ващенко, очень вам пригодятся, и вы возьмете кого-то из своей семьи. И начнете традиции. Да, и станет вашей традицией ходить по музеям, да. Хотя уже неплохая традиция, что смотрят нашу программу. Мне кажется, это тоже объединяет. Кстати, насчет галереи, картинной галереи Гавриила Ващенко, ну, известно, что все музеи готовятся к ночи музеев. Там тоже в пятницу пройдет интересное мероприятие. Все подробности можете узнать у них на сайте. Но в любом случае мы сегодня еще разыграем, так что оставайтесь с нами, еще разыграем пригласительные билеты. Итак, продолжаем наш разговор. Вот вопрос такой. Ян, вот кто, на ваш взгляд, должен быть инициатором каких-то вот семейных правил? Ведь традиции-то тоже правил, да? Вот все-таки мужчина или женщина? Ну, я считаю, что если семья, на мой взгляд, вот она именно семья, то здесь должно быть обоюдное такое согласие. То есть, если тебе нравится именно эта традиция, сделай так, чтобы понравилась она и другому. Пусть это будет ненавязчиво, пусть это будет качественный какой-то подход. Ну, я практически уверена, что если тебе дорог человек, то обязательно будет отклик, даже, может быть, не потому, что ты проникся к этому празднику, а вот из уважения, из того момента, что твоему мужу будет, это очень приятно. Ну, я, в принципе, в этом уверена, что если люди вместе, то и точек соприкосновения с возрастом у них становится очень много. Вы разрисовали только что идеальный вариант отношений. Людмила, вот в твоей практике, ведь наверняка бывают ситуации, когда кто-то в доме хозяин, да? Или мужчина, или женщина. Вот когда речь идет о семейных правилах? Кто должен и кто чаще всего? В семье, в семье, вот этот вот или, или вообще нужно исключить, да? И, и. То есть жена должна все время демонстрировать, какое поведение. Я не напротив тебя, я за тобой или рядом с тобой. Спасибо. В законе говорится, что при заключении брака супруги приобретают равные права. И поэтому уже из этого исходить. А вот в моей семье традиция была, да, отец у меня был жизнедорожником, очень тяжелая работа была. И мама всегда говорила, жена должна встать, проводить мужа на работу, покормить ему, сделать, и ждать его. Потому что он устал, он добывает деньги, да? И всегда вот говорила, муж – это лицо жены. Вот как выглядит муж, как он себя ведет, вот это жена. Это моя мама так говорила. И я хочу сказать, что традиционно так сложилось, что мы дети тоже считали, что у отца тяжелая работа. И мы старались дома делать, мы жили в жизнедорожном бараке, всю тяжелую работу, которую могли бы сделать с мамой, для того, чтобы отцу облегчить какой-то свой труд. Потому что железная дорога требует внимания. И знаете, вот я при всем, при том, что я современный человек, как бы, да, да, и все, и, в общем-то, в принципе, могу планировать на первенство, на лидерство в семье. Но я всегда, муж ходил на работу посменно в аэрофлот, я вставала утром, я его провожала, я ему собирала, я его встречала. Я без него никогда не садилась есть, потому что это традиция, вместе, чтобы он знал и видел. Поэтому, наверное, все-таки, женщина при всем при том в семье должна, ну хотя бы, создавать видимость того, что она ценит мужской труд и силу мужскую. А вот, а что об этом говорит действующее звонкоинодательство, мы поговорим сразу после телефонного звонка. Есть вопрос кому-то из участников эфира. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый, давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Я звоню вам из Речицы. Так, как вас зовут? У меня очень нравится ваша передача, я ее смотрю постоянно. Спасибо. Очень нравится телеведущая. Но у меня вопрос к женщинам, которые находятся в студии. Так. Вот они говорят, что у них семейные традиции. Мужчины им помогают готовить там. Вот мы в понедельник уходим на работу, да? Так. С восьми и до шести. И пятница наступает. Вот когда они выполняют эти свои семейные традиции. В субботу, в воскресенье надо готовить, убирать, убирать, готовиться к понедельнику. Понимаете? У меня муж не втянет. Так он вылетает куда-то и прилетает. Мы жили на севере. Очень тяжелая работа у него. У нас есть традиция, очень хорошая семейная. Это Новый год. Это традиция, да, Семен. Ну, чтобы муж мне помогал в чем-то там, в смысле, приготовить на кухне. Да я терпеть не могу мужчин на кухне. Ну, значит, вы такая женщина, да. У вас такая традиция. Я им поением рассказываю, но я им не верю. Он пельменчики там готовит, он наладочки им там печет. Там вот только пирожки готовит. И прям всем им помогает. Ну, вы знаете, вот смотрите, вот какие разные семьи. Да подождите, мне 73 года, и никогда такого не было, чтобы я пустела на кухню муж. Вот так вот. А вы прям такие счастливые сидите. Ой, у меня вот так не бывает. А вы знаете, наверное, вы счастливы в этом. Это все натуральное. Нет, не правда. Вы знаете, вот когда... Спасибо, спасибо, мы ваше мнение услышали. Спасибо вам большое за телефон звонок. Вот насколько разные традиции, да, вот в семьях. Целый день, когда работаешь, вот мы перед передачей говорили, вот пусть услышит эта женщина. Но я уважаю ее возраст, и вероятнее всего ей было нелегко. Муж нефтяник, это значит, на ней весь дом, вся семья. Да, да, и отсюда получилась вот такая традиция, что человек сам всегда... Британские ученые, как мы сказали, они же все время исследуют все. Они в течение 11 лет изучали поведение 7 тысяч пар разных возрастов, чтобы определить, какая семья счастливая. И они установили, что первое, что нужно для семьи, чтобы у каждого была своя работа, свое дело. Второе, чтобы у каждого было свое пространство. То есть если бы мы обиделись друг на друга, чтобы можно было зайти за дверь и посидеть там поплакать. Такое же тоже бывает. Третье, это взаимное доверие. Мы смеялись. Если муж говорит, я сегодня иду в баню, я завтра иду в баню, и послезавтра иду в баню, это не значит, что он уходит гулять. Он, значит, любит мыться. Я должна доверять ему, этому супругу, что он любит мыться каждый день. Четвертое правило, это совместные обеды, ужины, воскресные, субботни, какие угодно. Так вот как раз ответ женщине. Я ухожу к 8 часам, бывает и в 9 прихожу. Всякое бывает на работе, да? Потому что читаешь лекции, уходишь еще куда-нибудь. Вы помогаете друг другу, получается. Ну я прихожу, нам же надо выговориться, мы не виделись целый день. Мы садимся, он мне рассказывает, что он за день сделал. Я рассказываю, что у меня случилось. При этом кто-то чистит картошку, кто-то режет мясо. Тем более, что мой муж, у него посменно работа в архаблоне, уж почистить картошку для него и сварить, по моему приходу делать нечего. А вот такая вот ситуация, которую только что рассказала наша телезрительница, она типичная или нетипичная для нашего славянского менталитета? Типичная. У нас половина помогает, половина не помогает. Чтобы мужчина, в принципе... А почему? Да, был на кухне и ей помогал. Наташа, я вот выросла в семье, в семье, да? Мой отец очень любил готовить. Очень любил готовить. Тем более, чтобы повара лучше мужчины. И когда он добирался до кухни, да, он, ну, готовил совершенно потрясающие какие-то вещи. Ну, например, он пельмени делал не из одного мяса, туда мог добавить и рис, и картошку, и капусту. Он был очень творческий человек в плане подготовки каких-то блюд. Нет, я не хочу сказать, что мой муж готовит пельмени. Он самое простое готовит. Но это почистит ей. Но традиционно, традиционно, она женщина на кухне. Традиционно, женщина на кухне, это никуда не денешься. Это традиция, никуда не денешься. Это наши реалии. А то, что там можно поговорить о жизни. Знаете, хотелось бы затронуть еще одну тему. Согласитесь, одной из традиций наших современных все-таки семей становится еще и заключение брачного договора, да? Это очень часто сегодня происходит. Ну, вот насколько часто, кстати, я не знаю. Ну, вот по республике за прошлый год 3 900 было. 3 900 у нас в области 351. То есть не сильно это хорошо. Но если с 2006 годом, то, конечно, это приблизительно... Ну, 6 штук было всего лишь договоров в 2006 году. Но для нас это не традиция. И знаете почему? Потому что... Но по сравнению с той статистикой, что вы привели, это уже... Потому что у нас считают, если брачный договор, то это уже значит какое-то недоверие. Это уже... Яна, а как считаете вы, в каких семьях стоит задуматься о брачном договоре? Как вы думаете? Ну, брачный договор, наверное, это последствие какого-то страха. Страха быть обманутым. Страха от того, что тебя могут обидеть. Ну, это ваша позиция. Да. У меня совершенно другая, кстати, на это счет. Мне кажется, наоборот, это что-то такое, что дает тебе какую-то конкретику, уверенность. И я совершенно не согласна с тем, что это недоверие в отношениях. Но это моя позиция. Объясню, почему. Недавно вот я почитала энциклопезию «Обрядовые обычаи». Вы поняла, что брачный договор, в принципе, существовал во всех народах и во все времена. Взять хотя бы вот эти вот приданные невесты, да, как сделать правильно свадьбу, колыб. То есть здесь, может быть, мы неправильно к этому относимся. Маргарита Анатольевна, расскажите, пожалуйста, так что же такое брачный договор сегодня? Вообще-то мы неправильно к этому относимся. Да, да. Вот расскажите, что такое в современном. Вообще в современном мире договор брачный направлен на укрепление семейных правотношений. Можно ли там вот написать, кто будет готовить? Пожалуйста. И сразу поставить все точки на тверь. Вообще законодательству и социальным устоям, пожалуйста, нельзя в договоре только что. То, что унижает, оскорбляет, то, что противоречит наследственному праву. Нельзя пенсионное, как бы туда основное, но дополнительные меры по оказанию помощи экономической супругам, пожалуйста. То же самое по детям. То есть туда можно включать все, что мы считаем необходимым. Но у нас же такое понимание, брак это как бы на небесах, да, заключается. А тут на тебе вам экономика. И брачный договор. Брачный договор, то он у нас возможен теперь под отлагательным условием. Практика показала, что лучше на стадии помолвки договориться. А почему у нас брачный договор, собственно, появился? Это даже не потому, что традиции, а потому, что экономически многие семьи, молодые, зависят от родителей. И родители настаивают на том, чтобы определить свое вложение в эту семью. Это тоже традиционно. Мы вложили, мы хотим, чтобы это не уплыло. Но, к сожалению, наши договоры брачные сегодня заключаются не на стадии укрепления брака, а на стадии, извините, развала. То есть мы уже чувствуем, что шатковалка и начинаем. Хотя если исходить из брака, вот Людмила мне не даст соврать, со старославянского понятия брак это договор. То есть брачите договариваться. То же самое, как и семейные ценности и традиции. Если исходить из права, то в договоре, в договоре стороны равны. А если стороны равны, то они действуют на принципах добросовестности, добропорядочности, взаимности. Вот так и в браке должно быть. Если мы договорились, поставили подпись, значит мы уже договорились о том, что мы до самого гроба и умрем в один день. И помогаем друг другу. Ну, врачный договор можно же регулировать. Можно в него, можно внести изменения, его в конце концов можно расторгнуть. Спасибо большое. Вот о семейных традициях, дорогие друзья, о семейных традициях наших предков мы расскажем сразу после рекламы. Дорогие друзья, в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о семейных традициях. Напомню, завтра Международный день семьи. Хороший повод действительно подумать о том, что хорошего, что плохого здесь в нашей семье. Может быть, где-то как-то что-то подкорректировать. И, кстати, предлагаю выиграть еще два билета в картинную галерею Гаврила Ващенко. 34-22-43. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и сообщить свой вариант ответа. Как называют детей, которые родились у матери одновременно, но не похожи друг на друга? Вот такой вопрос нашего конкурса. Итак, как называют детей, которые родились у матери одновременно, но не похожи друг на друга? 34-22-43. Кстати, в Беларуси испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. Они являются действительно очень важной частью исторического культурного наследия нашей страны. Какие же семейные традиции были у наших предков? Расскажет Ирина Пташко. У нас на связи, на телефонной связи научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Ой, мы очень рады вас слышать. Ирина, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, он такой своеобразный. Своеобразен тем, что в нем все-таки раскрывается история жизни наших предыдущих поколений. Расскажите, пожалуйста, какие семейные традиции были, допустим, у белорусов 100-200 лет назад? Поделитесь. Ну, тут традиции вельми шмат. И хорошая надена в том, что шмат лидия, шмат лидия, шмат лидия традиция, она живут по сегодняшний день. У нас на Гомельщине и в этом адменность нашей области достатнь. Да, например, на территории Белоруссии. И традиция, напевно, которая вельми хорошая, въедновая и белорусов, и старообрядцев, про что рассказываем в музее, одна из них. Это пица горбаты. Пили горбату 200 лет тому и даже 200 лет тому. Я ему часто с допомогой самовара. Так. Он собирал у семейное поло, у всю семью. И, на самом деле, у нас есть своя чудовная славянская традиция пица горбаты. Можно при этом без конца рассказать. Таких цикавых моментов, литерально некольки. И, на примере, когда ставился самовар уже с нагретым кипнем на стол, то все сядали за стол и не было уставать за стола, пока не допьется горбата полностью. Да, но не выпьется там целиком самовар. И это могла быть година. Да, да, и все сядили. Причем цикавых, что было на столе. Васяк мы зараз пьем горбату. Конечно, любинка была шмат пачастунка, пажадана разностальные. А ранее абсолютно не обовязково гэта было. Могли пакликать нават гостей, за прикладу, на ябучнего пирог. Так. И стоял самовар и ябучнего пирог. И больше на столе вы ничего не убачите. Ну, там кубочки, зрозумела. Вот способ, а я же больше ничего могла не быть на столе, потому что вас покликали, мне набито на пирог. И все сбиралися с боков самовара, с головной метрой, якой поразмовлять. Поразмовлять. Поразмовлять, да. Спасибо. Ирина, спасибо большое. Действительно, о традициях можно рассказывать долго. Но я знаю, что в Ветковском музее есть свои самовары, грубо говоря, на которые можно приехать и посмотреть. И в эти дни, конечно же, все музеи готовятся к ночи музеев. Ирина, в двух словах, как идет подготовка в ветке и что ожидает посетителей? И когда, напомните, вот будет в Ветковском музее в этом году эта акция «Ночь музеев»? И под рыхтовкой, где полным ходом, наши ветковские детки малюют малюнки, потому что мы, как в минулом году, вырешили привезти 2 дня музея, можно так сказать. 17-го будет в Ветке. И цыдовная нагода наведать музей бесплатно. Будем працавать с 9 до 20 годов. И у 17-го мая наша тема «Житка, Житка, Житка, Радима моя». Это то, что Шклярова сказал, фраза Шклярова супер-цикавых моментов. Это открытие музейного дворика, там еще никто не бывал. Вось, у 16.30 будет отбываться. А малюнки можно будет целый день поглядеть наших ветковских детей, а в 18.00 поглядеть, кто перемог. А на наступный день, 18-го, традиционно в нашем филиале «Угостре» будет проходить ночь музеев. Не рассказывайте, Ирина, не раскрывайте все карты, пусть люди знают, во сколько начинается ночь музея в Ветке. В 16 или в 18, напомните. У самой Ветки с 9, а в 8-го, или у филиале с 16 и в 18.00. Вот, давайте сохраним интригу, в конце концов у нас будет еще, да, такой, скажем, предвыходной эфир в пятницу, в крайнем случае узнаем все подробности там. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Ирина Пташко, научный сотрудник Ветковского музея старообрячества белорусских традиций, вот поделилась интересной информацией о том, как наши предки долго пили чай. Да, и вот видите, какая традиция интересная. Виталия, буквально на днях была в Ветковском музее, и Ирина сопровождала, вела экскурсию. Совершенно потрясающая экскурсия. Вот мы просто в нее влюбились. Да, настолько интересно, так что ей большой привет от нас. Ну, вообще, вот давайте вернемся к теме наших традиций. Вот сегодня мало, да, вот все-таки кто-то стремится, кто-то из нас вот жить по тем правилам, по которым жили наши предки. Взять хотя бы что после свадьбы, да, вот молодые супруги, они быстренько от родителей хотят жить отдельно. Тот же уклад вот традиционный, что муж кормили от семьи, это все как-то немножечко уже размывается. И, кстати, социологи констатируют, что сегодня семья перестает быть такой ценностью, как раньше. Отсюда, вот, наверное, большая популярность гражданских браков. Вот такая уже тенденция нашего времени. Ян, как вы вообще относитесь, вообще как вы все относитесь к незарегистрированным отношениям? Гражданский брак – это тот, который зарегистрирован в органах актов гражданского состояния. А, то есть мы даже неправильно употребляем терминологию. Это сожительство. Сожительство. Фактические брачные отношения, которые не порождают никаких юридических последствий. То есть ты живешь, вы живете вроде как супруги. Вроде как. Вроде как, но никаких юридических. Вы ведете совместное хозяйство, но у вас ничего нет общего. Вот мне интересно, Ян, повторю вопрос, как относитесь к такому совместному проживанию, которое юридически не имеет никакой силы? Даже не знаю, что вам сказать. Я не могу сказать. Как вы считаете? Ведь это явление распространенное сегодня. У нас тоже был такой шаг, что мы какое-то время, прежде чем пожениться, у нас был, я не люблю это слово, но некрасивые сожители. Да, такое некрасивое. Вот поэтому так и называют некрасиво, сожители. Ну, разницу почувствовали быстро? Нет, абсолютно не почувствовала. То есть, ну, заключение брака, ну, это как уже было просто. То есть вы из той категории людей, которые считаете, что штамп в паспорте ничего не решает? Абсолютно, да. Все, Ян, спасибо за откровенность. Итак, Людмила, с психологической точки зрения, статус, вот скажем, этого гражданского брака, принятого в народе, сожительства, насколько он влияет, как он влияет с психологической точки зрения на супругов и на детей, которые растут в такой семье? Наташ, чаще всего в таких взаимоотношениях страдают женщины. Они не защищены таким браком. Это первый момент. Второй момент. Я наблюдала много лет детей из таких семей, да, и эти дети с повышенным уровнем тревожности. Как бы мы сегодня не говорили о свободных взаимоотношениях, что мы любим друг друга, этого достаточно, да, женщина в этих отношениях не защищена. Она испытывает большую потребность в защите. А защита – это брак, как бы мы хотели или не хотели. И я хочу сказать, что в нашем обществе все равно традиционный взгляд, чтобы женщина была официально замужем, чтобы отношения были узаконены, потому что в этих отношениях должны рождаться дети. И потом права, обязанности, какие-то материальные отношения. Поэтому и ценность семьи разрушается, потому что нет ценностей. Вот когда вступали в брак, люди какие-то… Чего нет? Ничего, говорю, нет в таких отношениях. Потому что когда ты ухаживаешь и знаешь, что у тебя скоро свадьба, это какое-то… Ответность другая, когда ты замуж вышел, конечно. А тут, ну, говорят девчонки, что ничего не меняется. Меняется. Штамп паспорта играет очень важную роль. Это я говорю как юрист. Дорогие друзья, напоминаю вопрос нашего конкурса. Как называют детей, которые родились у матери одновременно, но не похожи друг на друга? Есть вариант ответа. Надеюсь, он правильный, он единственный. Должен быть правильный. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Как зовут? А, хорошо. Ольга меня зовут. Ольга, очень приятно. Меня Наталья зовут. Итак, как вы считаете, как называют этих детей? Двойняшки, двойнято. Ну, двойняшки, конечно. Вы только что выиграли билеты в картинную галерею Гаврила Ващенко. Мы вас поздравляем. И у вас есть уникальная возможность поделиться своими традициями, которые приняты в вашей семье. Хоть одну какую-нибудь интересную назовите нам. Ну, интересную не знаю, насколько она интересна, но каждые выходные мы ездим к своим родителям домой, да, навещаем их. Я и сестра с мужьями посещаем их. Это прекрасная традиция, прекрасная. Да, отличная традиция. Это праздная традиция. Спасибо. Вот все наши эксперты поддерживают. Очень хорошая традиция. Спасибо вам большое за телефонный звонок. Яна, ну, естественно, не просто так. Сегодня керамист, известный скульптор пришла к нам в студию. Во-первых, очень интересна ваша позиция. Спасибо большое вообще, связанная с темой семейных традиций. Но я знаю, что вы знаете много рецептов, как объединить семью. И совершенно недавно придумали что-то такое уникальное. Не зря же в нашей студии велосипед стоит, да? Не зря. Подойдите, покажите, расскажите, поделитесь, что вы предлагаете современным семьям? Как действительно какое-то вот общее увлечение может объединить? Сейчас мы будем делать и показывать. Скажу только, что ничто так не объединяет семью, как совместная какая-то деятельность. Именно вместе. И неважно, будь то огород, будь то дом, будь какой-то бизнес, будь какое-то хобби. Ну, воспитание детей я даже сюда не беру, это просто обязательно. То есть совместное творчество в жизни, касаемо любой области, это очень сильная такая связка. Ну, я просто раскрою секрет. Яна вместе с супругом занимаются керамикой. И я не удивлюсь, если ваш сын уже помогает. Пойдемте научите, да, научите и наших зрителей тоже. Во-первых, что мы будем делать? Расскажите в двух словах. Будем делать посуду. Мы будем делать посуду. И она такая сейчас в интересной завязке, в теме. Велоспорт у нас все любят. У нас все семьи, все на велосипедах. И велопоходы, и велодорожки, и город идет навстречу этому движению. Вот. Вело-тарелки никто никогда, никогда, и лично я не видела, хотя я постоянно смотрю область керамики, не украшал тарелки посуду протектором от своих шин, своих там мотоциклов, колясок, мотоциклов. То есть вы хотите сказать, вот то, что я держу руках, да, это то, что вы сделали, и это какой-то велосипед проехался, да? Абсолютно, да. Расписался колесом. Расписался колесом. Расписался колесом, девушки, как вам? Да, отлично. Да, да, булочка, пирожок, да, я не знаю, все, что хотите. Удивительно. Это причем можно использовать велосипеды всей семьи, учитывая, что их сейчас много в одной семье. Узор можно сделать и с одного колеса, можно сделать и с трех колес. То есть всей семьей можно по каждой тарелке. Давайте, Ян, покажите, как это делать, в принципе. Можно проехать по всей тарелке. Проехать-то еще ладно, а вот с чего начать, что для этого надо? Для этого? Для этого надо, конечно же, глина. Прежде всего, глина, так. Приходите, мы глину вам дадим. Ну, вот, кстати, пока Яна у нас занимается глиной, так, берем глину и делаем тарелку. Я правильно поняла? Ну, не совсем. А как? Для того, чтобы тарелка у нас получилась, нужно эту тарелку хотя бы в одну толщину вывести. Это можно сделать с помощью скалки. Так что все любители пирогов кулинарии к нам. Это наш вариант, девушки. Точно наш. Знакомые, привычные движения. Да, знакомые, привычные движения. Толщину можно задать с помощью таких реек деревянных. Так. Тарелки у нас сейчас в моде не обязательно круглые, они могут быть совершенно разных конфигураций, неправильных. И в этом своя, конечно, прелесть. Вот у нас такой получился пласт. Он одинаковый и приблизительно толщины. То есть вот из этого пласта мы скоро получим вот такую красоту? Да, поможете мне. Конечно. Что мне надо делать, Сангияна? Взять велосипед и прокатить его красиво. Пойдемте к велосипеду. Наверное, да, лучше мы к нему. То есть я должна сейчас попробовать оставить какую-то след. Проехать. Смело проезжайте. Даже мотоцикл проезжал, и все в порядке было. Можно одним колесом. Ой, посмотрите, какая красота. Можно рядышком вторым. Вот так. Давайте так. Ага, осторожно. Подождите, мне понравилось. Я еще раз. Ну вот, посмотрите, какой у меня получился орнамент. Очень интересно, кстати. А детям, наверное, вообще нравится такое увлечение. Очень. Во-первых, это просто... Все? И это будет тарелка? Ну, у нас есть еще много разных приспособлений, которыми можно украсить эту тарелку. У нас даже есть вот такой штамп появился. Велогомель. А, да, да. Движение нашего города. Этими штампами можно вот отметить... Ой. Можно отметить вот своего любимого. Каня такого. Сколько таких тарелок уже в вашей семье? Ой, в нашей семье? Уже все велосипедные шины три. Можно пересчитывать, сколько таких тарелок у наших друзей. А форму как тарелки? Все, вы можете... Во-первых, в моде сейчас и разделы, раздаточные такие доски. Ну, да, да, да. Это для выкладки. Можно поднять краешек и задать глубину тарелки. Она может быть мелкая для каких-нибудь таких вкусняшек. Может быть глубокая. Очень сложно. Ну, а самое главное, это потом просто это все дело запечь. Ну, правильно говорить, обжечь. Обжечь. Она должна высохнуть. Обжечься муфельной печей на первый обжиг градусов, так и на 6. А где же у вас дома печь такая? У нее есть мастерская специальная, да. Кстати, у нас тоже вот объединяющее такое с мужем занятие, наша керамика, наше дело, в которое я его переманила из другой области. И мы очень охотно делимся какими-то находками и участвуем в выставках постоянно. Поэтому у нас тем очень много, на которые мы можем говорить, не только про ребенка и про воспитание. Вот к чему приводит совместное творчество. Обратите внимание, да. Целая вот галерея такой посуды. Ну, как может не объединять вот такая тарелка за чаепитием зимой, вспоминая о том, что вот мы все вместе заехали в керамическую мастерскую и сделали сервис. Кстати, планируете, Ян, планируете вот на своих мастер-классах учить гамильчан вот именно таким велотарелкам? Не то, что когда первый раз вот в соцсетях была выложена эта находка и в жизнь запущена, к нам приезжают люди и компаниями, и подиночки, мы делаем такие тарелки. То есть здесь человек может приложить свое творчество, даже будучи неподготовленным в области изотом или скульптуры. То есть пришел и сделал эффектную вещь вот прям таки с ходу. У меня уже идея родилась. В следующий раз, знаете, будут приезжать, оставлять оттиски туфелек, каблучков, пашмачков. А что, действительно, кстати, покажите, пожалуйста, мы совсем забыли. У нас есть тарелка, да, тарелка с отпечатком ладошки ребенка. Это, кстати, прекрасно. Вот, это прекрасная традиция. Да, Яна, сколько таких тарелок у вас? Я хочу сказать, что... Она сделала таких отпечатков на глине новорожденных, таких вот малышей совсем. Сделала, ну, я не знаю, ну, может быть, 50, может, больше. Сделала всем, кроме своего ребенка. И вот этот вот почти семилетний отпечаток, вот, ну, впервые, наконец-то, был ребенок. Ну, тем и дороже. Тем, наверное, и дороже. Идеи прекрасные. Вообще, как идея тоже, вот, ну, опять-таки, идеи могут существовать, но они могут существовать в воздухе только до тех пор, пока ты их не реализуешь. Ну, чем неприятная традиция, допустим, отливать на той же даче какой-то маленький там бетонный блок и делать отпечатки ребенка на день рождения каждый год или всей семьи. Это как традиция из советских времен, мерить рост ребенка у дверей. Да, ну, как общая фотография. То есть, на самом деле, традиции можно подсмотреть, можно придумать. И если они приживаются в семье, ну, только остается делать, что их поддерживать. Дорогие друзья, ну, вот, действительно, посмотрите, сделать такую вилл-тарелку, на самом деле, совершенно несложно. Вы видели, мы только что с вами сделали. Да, вы это вообще сделали очень быстро. Просто, а учитывая, что в каждой семье по несколько велосипедов, сегодня мы ведем здоровый образ жизни, да, то можно собрать такую целую семейную коллекцию вилл-тарелок. Спасибо большое, Яна. Ну, вот, хотелось бы еще зачитать несколько традиций, которые существуют в семьях гомельчан, наших зрителей. Татьяна, ходим в кино, путешествуем, но все как-то само собой, без напряга, не по свистку. То есть вот ситуация, где в семье у Татьяны традиции просто сами, да, вот сами-сами-сами складываются. Николай считает, что оговаривать подобное правило надо до вступления в брак. Это, то есть даже семейная традиция. Вот Маргарита Анатольевна, это, наверное, возвращаясь к вопросу брачного договора. Да, вот можно же там семейные традиции все указать. Тарас, традиции не оговариваются, получается, случайно. Мы с супругой, например, пишет Тарас, ходим с работы вместе. По возможности. Наша телезрительница может нам не поверить недоверчиво. Тараса тоже. Андрей, для кого-то традиций значит много, а кого-то раздражает из-за непредсказуемости и однообразия. Тоже интересное мнение. Ну а вот традиция Анны очень интересная, 17 лет вместе. Традиции касаются только подарков. На годовщину свадьбы обязательно что-нибудь романтическое и запоминающееся. Дорогие друзья, я просто напоминаю, что завтра отмечаем Международный день семьи, а вот в пятницу, 17 мая, по этому случаю в Гомеле, в городском центре культуры, состоится благотворительный концерт «День семьи, любви и верности». Организатор этого концерта, Центр онко-помощи «Меридиан надежды», вот таким вот способом решил привлечь внимание к этой дате. И вот подробности этого мероприятия прямо сейчас в прямом эфире по телефону расскажет Светлана Кузьминкова. У нас на связи волонтер благотворительного учреждения Центра «Меридиан надежды» и, кстати, руководитель театра «ЭТО». Светлана, добрый вечер, вы в прямом эфире. Да, добрый вечер. Мы очень рады слышать вас на «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Расскажите нам, пожалуйста, о концерте, который состоится в Гомеле 17 мая. Вот в чем вообще его особенность? Да, мы решили объединить два замечательных дня. День семьи с нашей традиционной, уже традиционной акцией «Хорошее дело». И решили отметить этот день в этот раз масштабно. Во-первых, мы отошли от формата фестиваля. И 17 мая в 19.00 в ГЦК по улице Ирининской, 16, «Меридиан надежды» проводит концерт «День семьи, любви и верности». Уже в рамках благотворительной акции «Хорошее дело» будет очень интересно. Все начнется с своего ГЦК, где развернутся интерактивные площадки. Свои работы представит художник Ирина Федоровна. А стилист Марина Кабдарян расскажет о модных тенденциях сезона. И даст рекомендации по вопросам стиля. Также нас решили поддержать и ремесленники области. Они представят свои работы и проведут ярмарку мастеров. Свои бесплатные консультации проведут перед концертом врач-онколог и психолог. Также в фойер развернется наш пункт информативной работы о центре «Меридиан надежды». Мы будем приглашать людей, записывать волонтеры. Но главными гостями мероприятия станут Ксения Сидорова. Ее поддержат наши танцевальные коллективы городские. «Слен» и «Тенденция». А также театр «Эта». Это эмотивный театр ассоциаций. Который, кстати, покажет премьерную постановку. Она называется «В поисках счастья». Светлана, ну вы так интересно рассказали. Действительно, очень увлекательный концерт. Но один из важных вопросов. Он же благотворительный. Куда вообще, в принципе, планируется? Куда пойдут собранные средства? Да, по традиции мы собираем средства в Гомельский онкодиспансер в отделении мамологии. Предыдущие сборы были потрачены на ремонт самозла, на закупку мебели. В этот раз концерт пройдет по системе «Донейшн». И собранные денежные средства будут направлены на ремонт медицинского поста в этом отделении. Светлана, спасибо вам большое за информацию. Ну что же, еще раз приглашаем всех гомельчан 17 мая в городской центр культуры, где состоится благотворительный концерт «День семьи, любви и верности». Вы знаете, неплохая, мне кажется, традиция в День семьи, в Международный день семьи, который завтра, вот всей семьей действительно сходить почему бы на концерт, почему бы не сходить там на выставку, на спектакль какой-то интересный. Вот наша программа подходит к концу. Мы в таком вот окружении такой красоты. Мне уже хочется что-то попробовать полепить, да, прийти домой и подключить к этому своих домашних. Вот. Ну, я бы, наверное, попросила какую-то такую последнюю рекомендацию, совет нашим зрителям, которые, может быть, как-то слишком несерьезно относятся к семейным традициям. Что посоветуем, Маргарита Анатольевна? Ну, мне кажется, каждый день должен быть Днем семьи. И пусть так и будет. Спасибо большое. Людмила. Договаривайтесь на берегу, и тогда все проще. Прежде чем плыть, договоритесь на берегу, и все. Можно и разговаривать в лодке, когда люди взрослеют, и они меняются, и потребности какие-то меняются, и взгляды. Можно разговаривать, убеждать, договариваться. И не ломать друг друга, не переделывать вот под себя. Потому что все мы такие уникальные, мы уже сформировались. И только вот на протяжении какого-то времени личным примером или какими-то такими позитивными вещами мы можем привлечь на свою сторону. Вот как мы уже в керамику. Ну, привет. Спасибо большое. Спасибо. Ну, и, конечно же, несколько сообщений от зрителей. Это самые важные советы, которые, в принципе, звучат в нашей программе. Традиции наших гомельчан. Семейные поездки в детский дом, сообщает Ирина. Новый год каждый раз в новом месте встречать, сообщает Ольга. Петь под гитару всей семьей, написала Руслана. Устраивать домашние спектакли, предлагает Татьяна. Дорогие друзья, вот о чем живет ваша семья? Возможно, все-таки стоит добавить немного новых семейных традиций. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волонет. Спасибо большое, что были с нами. И до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!